Душ схожу, полежу, выпью там чай или кофе, может быть перекушу. Виталик, спасибо. Держи тебе тоже сердечко. Вот. А потом, если мне станет лучше, то я зайду. А если станет мне плохо, то я зайду тоже, скажу, чтобы вы мне пожалели хотя бы. Как прошел день у моей жены? По твоей жены не знаю, но у меня так семья. Я работала, не хотя работала, хотя это мои любимые клиенты были, но все равно мне настолько тяжело давалось. Мне то спина болит, то еще что-то. Я вообще не хотела работать на самом деле. Наработала деньги, только это радует. Неплохие деньги. Привет, привет. И все, теперь сижу, думаю, куда бы их потратить. Сколько тебе лет? Пятнадцать с половиной. А кто такая, Фарина? Та девочка, которая вечно говорит, передай привет Фариде. Тебе об этом? Сегодня какой-то энергетический тяжелый день. У тебя тоже? Блин, вот, наверное, знаешь, во-первых, я проснулась, уже как-то пасмурно было, солнца нет. Ну, это уже напрягает на самом деле. Ну, и в целом у меня тело тупо настолько, чтобы мне плохо было, это редко. Ну, максимум, если там конкретно где-то сильно болит. Ну, вроде ничего нигде не болит конкретно, но вот это ломит непонятно. Я думала, четырнадцать лет. Это моя сестра. А сколько ей лет? Память у меня очень плохая. Я даже не рассчитываю, что я завтра тебя это не спрашиваю, брата. У меня вообще памяти нет. Поэтому я своим клиентам всегда говорю, когда вы приходите, заново говорите, что вы хотите, как вы любите. Потому что я не запомню. Ну, как бы это невозможно. День 31 вроде. Хороший ты, брат. Спроси у нее, она тут с флагом Америки. А как так получилось, что мой эфир и ты смотришь, и она? Интересно, кто кого сюда привел? Ты ее или она тебя? Фалида, ты тут? Я тоже в Америке. В каком штате? Говорит, потому что я ее привел, сказал, посмотри на мою жену будущую, да? А ты знаешь, всегда сестры, там, твои сестры, ну, как бы к невесткам плохо относятся. Но я не знаю, почему. Вот этот закон такой, какой-то дурацкий. Они постоянно друг друга ненавидят, огрызаются, что-то делят. Капец, ну, машина дергается. Это нормально? Так шо, я поехала? Что готовить? Вот реально, что можно готовить? Может, спагетти, там, с пармезаном, карбонару сделать? Или что? Ну, из легкого давайте подумаем. Сейчас начнете лазанью сделать, там, еще что-то. Рыбу можно в духовку кинуть, да? Если не пасту, то рыбку можно. Что еще можно? Сделай хачапури. Я же говорю из легкого хачапури. Да, еще и тесто буду делать, сидеть, ждать, пока это тесто подойдет, или как там говорят. Ну, и вообще, я хачапури не готовила. Пиццу готовила, а хачапури нет. Я понимала, что вроде оно несложно, но много нюансов, что если неправильно сделать, будет невкусно. Сделай ничего, не хочу делать, хочу спать. Да. Ну, а кушать? Заказать, да? В принципе, можно и заказать. Ну, слушайте, я уверена, если бы девушки в Украине, да, ну, то есть там, где я жила, в принципе, зарабатывали бы столько, сколько я, они бы не готовили. Они бы сто процентов не готовили. Они бы сказали, блин, ну, что я буду готовить, если я заработала немаленькие деньги, я могу заказать что-то. Ну, вот это у меня дурной характер, что нет, мне нравится вот эта домашняя еда. Ужас. Там это большая сумма, и еда дешевле. Ну, у нас тоже это немаленькая сумма, но еда не дешевле, да, согласна. Нара, если ты заметила, когда твой эфир начинается, я первой захожу и последней ухожу. Да, реально. Правда. Это что, это любовь? Почему так? Мы же тебя не заставляем сам так решить, значит, на то есть причины. Говорит, да, конечно. Слушай, Фарида, а у тебя красивый брат? Только честно напиши. Я спа, ты че? Яки спа, ты? Ты говоришь, что ты в Америке, ты идешь спать? В семь вечера? Полседьмого. Ты не в Америке, парень, ты врешь. В Америке в семь вечера никто не ложится спать. Я тебе открою секрет. Он ждет каждую минуту. Боже. А ты откуда? Я из Лос-Анджелес. А ты, Максим? Окей. Силетик, камера Американ. Айо, я арка. Москва. Я бухап. Рожелась, правду говоришь. Он красавчик. Ну, хотя ты сестра, ты же не скажешь, что он урод такой-то. Остановись, это ты ей или мне? Спасибо.